К новому виду спорта в Самойловке делают еще только первые шаги. На территории школы приступили к строительству плавательного бассейна. Готовят котлован под будущий спорткомплекс, прокладывают коммуникации. Хороший такой будет бассейн с современным оборудованием. Все как в настоящем городе, в плавательном бассейне будет наконец-то и в нашем районе. Для Самойловки бассейн огромный подарок. На его строительство самостоятельно районные власти бы никогда не решились. Инициативу возвести в поселке спортивное сооружение принадлежит председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. При его поддержке в школе номер один провели реконструкцию. В один из своих приездов спикер предложил предусмотреть возможность строительства бассейна. Мы можем его запроектировать таким образом, чтобы он был с крышей либо шали, но невысоким. И тогда у нас здесь будет абсолютно комфортно и красиво вписанное здание. Новый облик и современное оборудование сделали первую школу учебным заведением номер один, как в поселке, так и в районе. Благодаря вот такому капитальному ремонту, благодаря такому оборудованию, которое у нас есть, у нас теперь есть возможность принимать не только детей из района нашего, но и проводить даже какие-то зональные, региональные форумы. С появлением плавательного бассейна появится возможность проводить и соревнования. А дети откроют для себя новый вид спорта и смогут готовиться к нормам сдачи ГТО. У нас в Самойловке не особо есть именно сооружения спортивные, чтобы плавать. У нас речки, водоемы, пруды. Хотелось бы что-то спортивное, что-то именно специальное. Если появляется такая возможность тренироваться не только летом в речке, в реке Терсея, но и в бассейне в школе, то почему бы и нет? С созданием школы бассейн будет соединять тёплый переход. Все работы на объекте строители должны завершить к концу ноября.